Ребята, всем привет! Столько новостей собралось за эти несколько дней. Просто досмотри этот выпуск до конца, и ты будешь в курсе всего. Давайте все по порядку. Во-первых, Диану можно поздравить дважды. И наконец-то дали галочку в ТикТоке. Ну, наконец-то. Теперь ждем галочку в Инстаграме. Чтобы вы понимали, получить галочку в Инстаграме это не так уж и просто. И не важно, сколько у тебя миллионов подписчиков. У Инстаграма достаточно непонятная политика, и блогеры ждут верификации своего аккаунта иногда годами. Чтобы вы понимали для сравнения, блогеры, которые до сих пор ждут галочку. Маха, участница Dream Team, у которой почти 3 миллиона подписчиков. А в самом аккаунте Dream Team уже почти 4 миллиона подписчиков. Даня Милохин, популярный ТикТокер, тоже ждет галочки. Но, как видите, пока никак. Популярная лакерша Настя Кош. То есть, получение галочки в Инстаграме, поверьте, для блогера это реальный праздник. Поэтому держим кулачки, чтобы галочка была у Дианы в Инстаграме. Вторая новость. Сегодня Диана и Кирилл отметили 2 месяца, как они встречаются. Если к этим 2 месяцам прибавить еще и те 9 месяцев, которые они встречались до того, как расстались, то у нас получится почти год отношений. Так, теперь по самому сериалу. Вы уже заметили, что Дима, Яна и Бравасты вернулись. Это хорошая новость, но есть тот факт, который многим не нравится. Яна, Бравасты и Пуфик, бывший футболист, создали банду. Насколько я поняла, они зовут себя тиграми. В самом же начале они обидели талисмана, который, кстати, недавно вернулся. Я поняла, запах бани здесь даже не выветривается. Фу! А после этого она с тиграми начала разборы с футболистами. Как говорит сама Яна, она не болела, а менялась. Я не болела, я менялась. Жаль, что не в лучшую сторону. Да и за Бравастова обидно, ведь они были со Смайлом лучшими друзьями. Неужели Яна и Бравасты откажутся Дианой и Смайлика, только ради какой-то банды? Многие подписчики недовольны тем, что Яна снова плохая. Такие комментарии они пишут под постом Юноны. А почему Яна против Дианы? А почему Яна стала плохой, и она же была черлигершей? Знаете, когда Яна и Диана были вместе, это было лучше. Ну, вы же сами понимаете, это сериал. Ребята там всего лишь актеры. Какой сценарий им написали, то они играют. И как написала Юнона, актеры получают за свою игру зарплату. Когда из сериала пропали Яна, Бравасты, Талисман и Дима, сыпалась куча комментариев, что их надо вернуть. Ответ Юноны был очень прост и справедлив. Что значит верните? Они ушли. Значит так надо. Ну, ребята, сами посудите. Помимо сериала, еще существует реальная жизнь. У людей как бы учеба какие-то планы. Просто человек может заболеть. Поэтому нужно быть готовым к тому, что кто-то из актеров может уйти из сериала. Итак, что на данный момент известно, это то, что Талисман будет продолжать сниматься в проекте. И то, что в новом проекте Диана и Смайлик будут вместе. Про новый проект я вам рассказывала. Диана имеет целую команду для этого нового проекта. Что за проект, пока неизвестно. Юнона ответила на один из комментариев по поводу Яны и ее банды. Ну, может классно было бы. Но уже как раньше не будет. Хоть одно осталось неизменным. Дима до сих пор влюблен в Диану. Судя по ответам Юнона у себя в инстаграме, Юнона не отрицает, что в сериале будут еще новые участники. А вот эти ответы Юнона говорят о том, что семья задумывается о переезде. Вполне возможно, что это будет Москва. Мы думаем часто о переезде в Москву. Рассматриваем как вариант. Все возможно. С одной стороны, Москва – это огромный перспектив для Дианы. Это куча новых коллабораций с другими блогерами. Совместные съемки, проекты, тусовки. А с другой стороны, это полностью другой актерский состав для сериала. Ну, вы сами представляете, не потащит же семья Дианы всех актеров за собой. Это почти нереально. То есть, в случае переезда мы не увидим актера, в котором мы так привыкли. Но даже если такое произойдет, не надо отчаиваться. Подерьте, если переезд открывает перспективы, и семья решит, что так лучше, значит и контент станет прикольнее. А давайте, напишите в комментариях, в каком городе и стране вы живете. Прикиньте, в комментах вы найдете человека из своего города, и окажется, что он вообще живет в соседском доме. Вот так вот и познакомитесь. Ведь чудеса бывают. И да, вы не забыли нажать на колокольчик, чтобы видеть, когда выходит видео, и не пропускать их. И я знаю, что многие из вас просто забывают нажать на кнопочку подписаться. Сделайте это прямо сейчас. Ну, теперь все. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Пока-пока. Люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok